я знаю что большинство людей которые сидят здесь зале знакомы с гитой и ради бога пожалуйста да бывает бывает у меня тоже она закружилась когда я первый раз почувствовал бухгалагиту так вот по сути дела конечно я думаю что для большинства из вас эта книга не является собственно там тайной мы говорили вчера на нашей встрече что гиту изучали еще начиная от миссионеров христиан которые перевели впервые санскриты на латынь затем ее изучали европейские мыслители философы затем гита докатилась до россии она была впервые переведена с латыни на русский язык просветителем новиковым позже в 1896 году позже гиту переиздала она бизан в своем переводе в петербурге теософское общество переведено на редкость поэтическим языком и приятно то что русская интеллигенция она открыла для себя гиту еще фактически в начале начале века потом естественно революция но и в советские времена гита также была не утрачена в 60-е годы она была вновь переведена смирновым издана при академии наук ссср как ни странно как и многие другие пуранические восточные тексты и позже конечно вот общество сознания кришны познакомила всех с бхагавадгиты так очень широко и представляет бхагавадгиты с комментариями с вами прахупады и собственно ближайшие наверное 10-15 лет вышло но не меньше 20-30 переводов бхагавадгиты на русский язык а в целом в мире конечно их более 500 как ни странно эта книга переведена на китайский на японский как тут станислав сказал о таиланде я был в таиланде одного знакомого доктора спросила игры вообще бхагавадгиту читали да да конечно я читал бхагавадгиту она также есть на в переводе на тайском языке ну и собственно эта книга она выдержала пожалуй также как и библия но наверное гораздо больше чем библия издание переиздание переводов потому что философские тексты гиты они настолько глубокие настолько многозначные что ни у кого не возникает собственно вопрос ее аутентичности хотя по большому счету если мы возьмем историю гиты по сути дела эта книга которая пересказана воину арджуне кришной на поле битвы курукшетра но по сути дела у воина не было времени возможности и записывать поэтому сама по себе гита транслируется уникальным образом когда кришна и рассказывает арджуне слышит ее санджая мистик санджая рассказывает слепому царю дритараште и в этом есть некая некий символизм потому что мы с вами часто далеки от источника истины ну даже где-то происходит там должен футбольный матч но мы находимся с вами и на футбольный матч мы находимся у телевизора но уникальный момент что от комментатора зависит глубоко глубина проникновения футбольный матч еще очень такой интересный момент что комментатор и режиссер с помощью камеры они могут показать нам матч гораздо более глубоко и интересно и вот в В этой связи многие люди даже не ходят на футбол, они предпочитают смотреть его по телевизору. Почему? Потому что существует множество разных камер, существует комментатор, режиссер, и он вам показывает игру так, как он ее видит, так, как он ее видит, и комментирует игру совершенно по-другому. Потому что, когда мы пребываем на футбольном поле, мы где-то находимся в каком-то одном секторе. Скажем, мы сидим в левом углу и видим только то, что происходит в левом углу. И это, пожалуй, отличает подход ГИТЭ относительно всех тех теистических, философских представлений, которые на сегодняшний день обладают человечеством. Потому что человек может сказать, что я, по сути дела, вам говорю свои переживания, свое понимание истинное. И, по сути дела, существует целое групповое понимание. Есть греческая школа философии, немецкая школа философии. Мы были на Украине, читали в университете. Лекцию. Оказалось, что украинская школа философии есть. Пока трудно понять, чем она отличается от русской. Но вы понимаете, что есть разные группы философов, которые соединяются в какое-то направление и пытаются рассмотреть мир. И вот, опять же, чем интересна школа? Платон, Сократ. То есть разные люди, по сути дела, в глубине своей мысли, обмениваясь мыслями, они рождают какую-то картинку мировосприятия. Ну и что уже? Если говорить нам честно, признаться нам с вами, мы, конечно, продукты марксистско-ленинской философии, вернее, даже не сколько по российской ленинской философии, сколько ее искаженного восприятия в категории агитации, потому что мы, по сути дела, философию-то и не знали коммунистической. Мы только слышали какие-то лозунги. Ну вот. А то европейцы в целом, мы не говорим сейчас о советском мировоззрении, постсоветском мировоззрении, в котором мы находимся. В целом европейцы, они все мировосприятие получили от греков. Почему? Потому что греки легли в основу христианства, греческой мысли. И фактически получилось так, что христианство было построено противоположным грекам религиозным догмам. Но поскольку в Иудее не было никакого особого философского мировоззрения, то христиане вынуждены воспользоваться мировоззрением своих врагов. Почему? Потому что нужно как-то ответить на вопросы «кто я?», «зачем?», «где?», «откуда?» и так далее. Парадокс, кстати. Христианская мысль, которая фактически сначала была антитезисом грекам, потом принимает все греческие идеи. Ну, уже, естественно, синтезирует и переживает их, пересматривает. Так вот, о чем мы говорим с вами? Мы говорим о том, что есть некая такая локальная точка зрения на реальность, на истину. Есть что-то широкое, объемное, что показывает нам, скажем так, режиссер и комментатор. И вот когда мы говорим о Гите, скорее каждый из нас, кто соприкоснется с Гитой, он поймет, что здесь не узкая точка зрения. Здесь не один мудрец говорит другому, вот, знаешь, вот я тебе сейчас расскажу свой жизненный опыт. Потому что то, что рассказывает Кришна Арджуни, настолько глубоко, настолько объемно, что уникальный происходит феномен самой Гиты. У каждой главы Гиты появляется своя целая школа. Не только у каждой главы Гиты, даже у ряда определенных цитат из Бхагавадгиты появляются целые школы. Понимаете, да? То есть одной цитаты достаточно, чтобы родить целую философскую школу. Таким образом, нам, конечно, интересно, что Гита безграничная, над каждой цитатой, над каждой главой можно думать. И вот одних мудрецов привлекла карма йога, йога деятельности, как же нужно действовать совершенным образом. Другие мудрецы склонились к гьяна йоге, к йоге познания этого мира. Да, они пытаются познавать его с помощью интеллекта, ума, так сказать, отслеживать тенденции. Но самое, пожалуй, ценное, это то, что Кришна сам говорит о Гите. Потому что Кришна, он всегда толкает своего героя Арджуну вперед. Он говорит, Арджуна, здесь долго не оставайся на этой ступени. Поднимись на следующую ступень еще более высшего знания. Потом он говорит, ну и это знание неконечное. Постигнув это знание, я открою тебе еще что-то самое высшее. И таким образом Кришна ведет Арджуну через все эти ступени. То есть фактически показывая ему такое вот, даруя ему такое мировосприятие каждый раз. И это, пожалуй, одно из самых таких, ну скажем, прекрасных откровений Гиты. То, что мы за какую-то одну книгу способны с вами поменять множество точек зрения. Причем эти точки зрения настолько глубоки, что породив даже целую огромную философскую школу, по сути дела, только автор сам может их разбить. Понимаете, да? Потому что настолько великое знание, что мы очарованы этим знанием, мы очарованы главой. Но автор говорит, нет, нет, подожди, я тебе сейчас еще что-то более сокровенное открою. Вот в этом есть, наверное, такой интересный подход Гиты. Да, такая глубина Гиты. То есть вот автор показывает нам то, что невозможно увидеть с помощью собственного ума. Автор показывает нам то, что невозможно с помощью ограниченной логики. Потому что логика божественная, логика безграничная. Но когда человек читает Гиты, у него абсолютно четко выстраиваются некие формы, некие образы восприятия истины. И вот это тоже очень важно, потому что, по сути дела, любая философская, религиозная, социальная система, она говорит о ценностях. Ну, потому что, что говорить. Мы сейчас с вами живем на пороге разрыва цивилизации. Был такой известный русский социолог Петерим Сорокин, он очень хорошо сказал, что существует по большому счету две цивилизации. Это цивилизация потребительская и цивилизация идеалистическая. Он также еще сказал, что существует эклектическая цивилизация, которая всего нахватала по кусочку. Но, по сути дела, мы с вами жили в эпоху цивилизации идеалистической. Что такое идеалистическая цивилизация? Кто был ничем, тот станет всем. Да, вот чем ты станешь всем, непонятно. Там, земля, там, крестьянам, там, завода рабочим. То есть, такая некая цивилизация идеалистическая, она построена на идеалах. А в основе этих идеалов что лежал? Человек. Какой человек? Советский человек. Чем советский человек отличался от всех других людей? Ну, по идее, советский человек должен был быть героем, он должен быть хорошим, там, он должен был обладать всеми качествами. Но, увы, эксперимент не произошел. Не сформировался советский человек, да? Почему он не сформировался? Потому что мы понимаем, что помимо социальных качеств в человеке, помимо его этики, в человеке должен быть глубокий духовный стержень. А поскольку все-таки коммунизм, он отрицал, ну, скажем так, существование души и бога, то, естественно, во главу угла оставилась этика человека. Ну, как он себя ведет, там, как он, там, насколько он отзывчив, насколько он помогает окружающему миру и так далее. И вот эта этика, она, по сути дела, на поверку казалась очень красивой, заманчивой, да? Но внутренней основы не было. Внутренней основы, поэтому гид, она начинает с внутренней основы, она начинает с природы живого существа, она начинает говорить о душе. И вот тут интересный такой момент, наверное, я попросил бы Станислава, потому что он ученый, я, собственно, обыватель, ну, с точки зрения Станислава, я не так глубоко изучал современные социальные формы, наверное, историю религии. Наверное, Станислав бы хорошо сказал, а вообще о тенденциях вообще восприятия души в европейском обществе, вообще, что европейцы думали о душе. Да, и на протяжении истории человечества искали суть этого, но суть, она начинается внутри, поэтому всегда задавали вопрос, что тело смертное, но есть ли на что-то бессмертное? И древние технические тексты говорят, что бессмертное — это сознание, а частицей сознания, искрой сознания внутри нас является душа. Да, извините, я перебил бы, мне бы очень хотелось, чтобы вы, как ученые, рассказали, в общем, дам тренд. Дело в том, что мы с вами беседовали, когда очень хорошо европейское восприятие души, Константинский собор, да. Да, это восприятие души, оно было достаточно ростовщико. Например, даже в христианстве на Маконском соборе 585 года епископы, они вот, например, спорили, есть ли душа у женщин. С перевесом в один голос убедила точка зрения, что душа все-таки есть, чем до сих пор, в общем-то, все прекрасно. Вам повезло, дорогие девушки. Поздравляем, да, например, в японской культуре при всей такой глубине идеалов, например, женщине не дают меч, почему? Потому что, а дают только Альбар, Амагинато, потому что меч — это отражение души Сумрая, а вот женщине только Амагинато. Поэтому это вот даже то, с чего начинается, любая духовность, душа, да, это было очень относительно. И в целом, вот, гита и ведические писания не говорят, что душа есть не только у мужчин, не только у женщин, а в каждой клеточке нашего организма. Но главная душа нашего Я располагается в сердце. Сердце — это мистический центр нашего Я. Поэтому никто не скажет, у меня за него голова болит, да, у меня за него сердце болит. Йоговские техники, или, допустим, в христианстве есть техники умного делания, техники исихастра, а тосихия, молчания. То есть в кельях они медитировали. Но если вы сравните практики исихастов, как они запирались, как они повторяли Иисусову молитву, как они дышали, оказывается, что это все взято с йога. Вот. Поэтому лечение души действительно с Кипановым было взято. И гита, она очень подробно говорит об этом, где он не скажет. А в мире Европы очень просто. У человека есть душа, а звери — это биологические механизмы. Вот тот из рационалистов, я боюсь ошибиться, но философ, он описывал зверей как живой механизм. Хотя каждый, какой собачка, кошечка, он знает, что душа, она есть также у животных, но сознание настолько приятно. Да, левник, а левник, правда, сравнивает животное с живым механизмом. Вот это очень, вот это то, что я хотел вывести, собственно, вот эту идею через Станислава. Смотрите, какая получается идея. Вот мы с вами живем в мире, вроде бы мир достаточно развитых людей, технически развитых людей. Но получается какая-то очень странная, непонятная картина. Мы живем с вами в мире, где фактически сознание до сих пор еще не признано. Вот Декарт сказал, я сомневаюсь, значит, я существую. Но марксисты-ленинисты и грубые материалисты, которые, собственно, сейчас еще сидят в академиях наук, они не признают идею сознания. Они считают, что сознание — это вот некий распад физических элементов, там какая-то энергия исходит. И вот очень важный момент, когда, по сути дела, на этом построено, хорошо сказал про Японию, по сути дела, современная идеология, она построена на том, что кто такой человек. Он биологический робот или в человеке есть что-то, что выше, чем он сам. И вот интересно, когда мы были сейчас в Германии на фестивале в Йене, такой был фестиваль сферического кино, там показывали разные фильмы, научные фильмы. И в основу этих научных фильмов лежит теория Дарвина. По сути дела, Дарвин, он говорит очень простые вещи. Теория Дарвина, она построена на нескольких идеях. Первая — это выживание видов. Когда Дарвин путешествовал, на острова попал, он понял, сравнил каких-то ящериц, понял, что виды приспосабливаются. И вот вся его идея за счет, собственно, построения — это выживание видов. А выживание видов — это, по сути дела, такая очень жесткая материалистическая идея, о которой сейчас говорят люди. Выживают сильнейшие. Грабь, режь, отнимай души. Выживай, вид должен выжить. Даже сложились такие виды олигархов. Они воюют с видами шахтеров и так далее. То есть, вот эта вот идея о видах, она рождает потрясающую, вообще потрясающую материалистическую идею ненависти друг к другу. Понимаете, живые существа, они сходятся в виды, в нации, в комьюнити, в классы. И в результате этого происходит классовая война. Ну и вроде бы как это нормально. Но любому человеку он скажет, нет, это ненормально. Потому что человек, он отличается от животного тем, что он не живет инстинктивной жизнью. Например, герои, они никогда не жили выживанием видов. Кто такой герой? Герой — это человек, который идет как бы underground, против current. То есть, он человек, который определяет истину, свою пускай, истину. И он сражается за эту истину. То есть, он не живет по принципам выживания сильнейших. Он не живет по теории Дарвина. И вот Гита вообще, Восток, он отвечает нам на самую глубокую потребность нашего существования. Он говорит о вечности нашего бытия. И он говорит о бессмертии души. Об этом говорит не только, естественно, Боговадгита. К этому стремятся все. Шекспир, когда вкладывает в уста принца Гамлета, помните, там, «Жизнь дешевле, чем булавка, но то, что сделает с душой моей, коль она бессмертна». И вот, представляете, в антитезис вообще Дарвинскому восприятию выживания видов, выживания сильнейших, идет совершенно противоположная идея. Эта идея, она говорит о том, что идеалы, идеалы, они стоят выше, чем инстинкты. Понимаете, да? Поэтому герои живут идеалами, а потребители живут, обыватели живут инстинктами. И вот, по сути дела, это сразу же противоречит вообще всей современной науке, потому что наука, она на сегодняшний день научена только наполовину. Повести пример можно следующим образом. Например, физики говорят о законе сохранения энергии. Ну, я уверен, что здесь химики, физики в городе Новомосковск, известный университет, и многие учились, и понимают, что есть некие, так сказать, процессы материи, и физически, собственно, закон сохранения энергии, это вполне, так сказать, научный закон, на котором основана современная наука. Но обратите внимание, каким образом ученые на сегодняшний день мыслят. Они мыслят так. Вот есть, предположим, живое существо, ну, или продукт, и после его трансформации, ну, мы можем назвать это как смерть, изменения, там, выработка, я не знаю, там, что, его энергия сохраняется. Ну, понятно, да, там, тело может распасться на атомы, там, но вот энергия, энергия, да, она сохраняется. Но ученые не вполне научные, когда говорят о том, что, скажите, а если этот закон рассмотреть в обратном порядке, с более глубокой, с более глубокой точки зрения, то мы должны будем сделать выводы, что, если энергия вечно сохраняется, значит, существует причина-следственная связь. Значит, мы не причина, а мы уже следствие. Понимаете, да? То есть, мы с вами не причина, мы следствие. И поэтому Гита говорит, Арджуна, ты всегда был и будешь. Ты был уже до того, как ты есть сейчас. Там, другое дело, в какой форме ты был, ну, извините, это физика, закон сохранения энергии. То есть, вот твоя энергия, твое сознание, оно сохранилось. Безусловно, мы также понимаем, ну, как бы с точки зрения физики, химии, о трансформации, да, например, о душе, замечательный пример в ведах дан такого порядка. Говорят, что душа духовная, она вне материи. Тогда возникает вопрос, а как же эта душа попадает в физическое тело? Как же она обретает вот эту, ну, грубую физическую оболочку? Как же что-то высшее, прекрасное, идеалистическое, бессмертное в какой-то момент становится смертным? Да, вот, на самом деле, очень интересный момент. Как сознание обуславливается? И веды дают очень прекрасный пример, который вы, как, ну, не знаю, там, люди близкие химической промышленности поймете. Причем он, собственно, понятен не только ученым, он понятен любому человеку. И веды говорят очень хорошо, они говорят о том, что душа – это уникальный продукт сознания. И как любой феномен, она обладает своей природой. И веды говорят, если вы посмотрите на этот мир, то вы увидите, что на самом деле не только душа обладает своей феноменальной природой, но и все явления в этом мире обладают своей феноменальной природой. Например, огонь – ну, какова его природа? Он излучает свет и тепло, или, например, воздух – какова его природа? То есть он безграничный, обладает вот таким качеством всепроникающим. То есть у каждого элемента есть своя природа. И вот когда веды говорят о душе, веды, естественно, приводят примеры, которые понятны для нас. Они говорят о том, что душа также обладает своей бессмертной природой. Но дело в том, что в силу внешних обстоятельств природа может меняться. Ну, например, вы можете взять в огонь, вылить воду. Что произойдет? Он потухнет. Или, например, из дров идет дым. Где присутствует огонь? Он тлеет в скрытой форме. Да, то есть он внутри. Ну, то есть, понимаете, да, на сегодняшний день его природа покрыта дровами. Или мы вообще можем лишить его природы в силу соприкосновения с другим каким-то элементом. И вот веды, они прекрасно говорят о душе. Они сравнивают душу с водой. Они говорят, что если учесть, что у воды есть природа жидкости, так же есть у души природа бессмертия, ну, если взять воду и поместить ее, например, в температуру минус 20, что произойдет? Она замерзнет. И теперь возникает вопрос, а она утеряла свою природу или нет? То есть оказывается, что вода, по сути дела, она приняла другую форму. Но эта форма, она полностью противоположная ее естественной природе. Ну, так она жидкая, так сказать, теплая, в ней купаться, можно ее пить, а так она стала льдом. И вот оказывается, почему она утеряла форму? Она попала из своей естественной среды в новую среду, негативную среду. И эта негативная среда изменила состояние воды, сделав что-то жидкое чем-то твердым. И вот веды так же говорят о душе. Они говорят, вообще в целом душа бессмертная. Ребята, вы все бессмертны. Да? Но есть у кого-то места на кладбище уже куплено? Нет? Товарищи бессмертные. Сейчас дешевле можно по 1000 рублей, а через 10 лет, это знаю, цены могут подняться. Вот. Да, то есть с одной стороны мы можем сказать, да, мы бессмертны, но с другой стороны, как бы каждый из нас, если он будет честен глубоко сам с собой, он поймет, что, ну, к сожалению, будучи бессмертными, к сожалению, бессмертие это у нас, оно такое, как бы, теоретическое. Ну, а что физическому существованию придет конец. Да, поэтому, там, Маша, Даша, Клаша, все это будет чем-то другим. И вот поэтому веды говорят, душа, она постоянно неизменная, но она трансформируется через материю, да, то есть, понятно, там, тело толстеет, дряхлеет, но душа неизменна. Нет такого пожилого человека или взрослого человека, который не говорит, да, это я, это я, я всегда был я, да, ну, тело изменилось, но это был всегда я. И бабушки хотят танцевать и прыгать, но не могут. Понятно, потому что не пускает физическое тело. Но когда-то они были все, бабушки были прекрасными девушками, они были очень красивые, привлекательные, но время оно сделало свое. То есть, вот, поэтому они говорят, что душа, она прошла определенное соприкосновение с негативной средой, и в этой негативной среде она приняла другую форму, то есть, она под воздействием материи сама приняла форму материи. Хотя до конца, честно, мы можем сказать, что ничто материальное нас не может удовлетворить. Так или нет? Частично. Мы чувствуем это. Это наше, да, до конца, полглубоко. То есть, что такое частично? Мы не ищем ограниченной дружбы. Мы ищем абсолютной дружбы. Мы не ищем частичной любви. Мы ищем абсолютной любви. То есть, все переживания, все состояния, которые мы в этом мире с вами ищем, мы ищем их в абсолютном смысле слова. Так или нет? То есть, абсолютные, безграничные, неограниченные чем-то. Поэтому это говорит о том, что природа души – это всегда безграничные. Если мы уже теоретически признали себя как трансцендентные существа, нематериальные, духовные, то возникает следующий вопрос. Необходимы определенные условия, обстоятельства, при которых вот это солнце превратит нас обратно в ту природу, которую мы обладаем изначально. И у вас возникает хороший вопрос. Мы хотим есть. Я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Глина ничем не отличается от пирожного картошка. Если вы химики, вы поймете. Фактически, атомная структура одна и та же. Кристаллические решетки. Во! Вот это самое главное. Вот это самое главное. По сути дела, когда мы говорим о том, что мы ищем в жизни, понимаете, да? Мы ищем вкус. Почему нам нужна форма, запах, ощущение. Вот свинья, например, не важна. Она вот увидела что-то там на земле. Еще и пахнет так нормально, возбуждающе. Она съела. Почему? Потому что она живет инстинктами. А мы с вами обладаем более высшим сознанием. Поэтому нам нужна красивая еда. Да, чтобы это было не просто там какая-то пища. Она была с определенным запахом привлекательным. И так далее и тому подобное. То есть, откуда эта тонкая природа? Эта тонкая природа – это качество нашей души. Потому что в духовном мире отсутствует глина. Там есть только запах. Понимаете, да? То есть, что такое запах, вкус и восприятие? Это пресепшен нашего сознания. Это наше восприятие. Есть такой, например, пример с летящей стрелой. Кто летит? Мир или стрела? Правильно. Стрела стоит на месте. Мир движется навстречу. То есть, и это говорит о относительности и абсолютности. Да, мы можем сказать, что стрела движется относительно этого, это движется относительно того. Но, по сути дела, мы должны отделить две вещи. Это сознание и материю. И вот оказывается, что, например, сознание гораздо важнее. Ну, предположим, если человек не является продвинутым юзером компьютера, если он ребенок трехлетний, и вы ему покажете ноутбук, что он подумает? Ну, он потрогает, покусает, полижет. Ну, или вы покажете это древнему человеку, или человеку сто лет, он даже не поймет, что это такое. Почему? Потому что речь идет только о сознании. По сути дела, сознание – это то, из чего состоит душа. Но Гита говорит о двух интересных вещах. Она говорит о том, что существует два типа сознания. Но это как минимум два. Вообще, Гита говорит о порокше, о порокше, протягше, о хоксадже, о пракрита. Она говорит о пяти. Порокше – это то сознание, которое дано нам с чувствами, то восприятие. Получается, что мы с вами воспринимаем мир, но как мы воспринимаем мир? У нас есть органы чувств. Например, у нас есть глаза. Скажем, мы рассматриваем картину, но у нас нет художественного вкуса. У нас есть, например, уши, мы слышим звук. Но одна такая проблема – у нас нет музыкального слуха. Понятно, да? Поэтому люди говорят, с помощью образования мы должны развить свои органы чувств, чтобы глаза не просто были камерами, а за камерами стоял софт, который выдает нам представление и сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Мы хотим, чтобы то, что мы слышим, мы это понимали. Поэтому мы изучаем языки, у нас есть набор. И когда мы говорим о втором уровне воспринимания, Парокша, называется, на самом деле, А-Парокша. Это уже коллективный опыт. Мы с вами не придумывали физику. Ее придумали другие ученые не сегодня. В современной физике там несколько сот лет. Мы с вами рассматриваем, смотрим кино. Любой человек, он понимает, что кино – это не продукт одного режиссера. Да, это продукт огромного количества людей. Таким образом, когда мы с вами приходим, например, к врачу, им говорят, у меня болит голова. Врач говорит, так, записывай рецепт. Значит, берешь немного калия натрия, берешь чуть-чуть хлора, немножко воды, и методом гидролиза получаешь аспирин. Ты идешь и производишь аспирин у себя на квартире. Нет, ты идешь и покупаешь таблетку аспирина, которая произведена для тебя. То есть, групповой опыт. Итак, то, чем мы обладаем, это не только наши чувства, но тот же уровень сознания, который уже коллективный. И уже уровень сознания коллективный, он гораздо выше, понимаете, да? В зависимости от цивилизации, в которой мы живем, мы обладаем теми или иными возможностями. Но, представляете, есть еще выше уровень сознания, который называется на санскрите пратьякша. Или непосредственное восприятие. Это сознание йогов. Йогам не нужны были мобильные телефоны и интернет. Почему? Потому что непосредственное восприятие. Они воспринимали мир гораздо тоньше, чем воспринимаем его мы. Вот сейчас, представляете, что через нас проходит, вот здесь, новомосковский, вы в курсе? Сколько терабайт прокачивается Wi-Fi через нас, нет? Сколько мобильных телефонов, да? А представляете, там, всякие тонкие инфракрасные излучения Земли, там, биополя. Вы вообще представляете, в каком мире мы живем с вами? У нас просто нет девайсов. Если бы мы обладали девайсами, мы были бы в шоке. И мы увидим, что, например, все знание, оно здесь присутствует. Все мысли, они же никуда не убегают. То есть, есть целое информационное поле сознания. Поэтому порокше, а порокше, протягше, мистики, они уже жили в своем мире. Понимаете? Поэтому для них прошлое, настоящее будущее. По космическому интернету, там, зашел пару файлов, открыл, посмотрел, что там было в прошлом. Даунлоуд, аплоуд и так далее. Но и это не самое высшее сознание, потому что мы говорим о мире материи. Каким бы тонким он ни был, это материя. И вот один из видов, о котором описывают веды сознания, он называется порокше, порокше, протягше, ахокса же. Хокса. Хокса – это то, что за пределами твоих чувств. Представляете? Если бы у нас сейчас появился с вами микроскоп, мы бы увидели вот здесь вот огромную цивилизацию. Бактерии, там, вирусов и так далее. Смотрите, такой мультфильм Хортон, да? Посмотрите, потрясающий мультфильм. Там слон с пылинкой дружил, а на пылинке целая цивилизация жила. Ну, они-то... В конечном итоге у них были проблемы с коммуникациями из-за размеров, да? Там пылинка целая цивилизация, а тут один слон. Но они договорились в конечном итоге между собой. Интересный еще мультфильм. Так вот, если нам говорить о том, что лежит за пределами наших грубых чувств, то, например, скажите, виртуальное можно увидеть в микроскоп? Ну, берешь, например, жесткий диск, на котором софтинно записано, и ты смотришь в микроскоп. Что ты видишь? Ага, там Windows, Vista. Там что-то... Подождите, я вижу файл с фотографиями, да? Я задам вопрос, где это существует? Это невозможно увидеть с помощью расширения чувств, но для нас виртуальная реальность еще более реальна, чем, может быть, этот мир. Итак, это существует в сайберспейсе. Да, киберпространство. Что это такое? Сколько килограмм киберпространства вам нужно? Вы можете померить. Там есть свои меры, понимаете, да? Байты, терабайты, гиги. Мы говорим, на сколько флешка гигов? А, на один гиг, ерунда. А это там 128. Вау! Одна и та же флешка, один и тот же размер. Но безграничные возможности. Так вот, смотрите. Чем тоньше мы пойдем с вами в мир разных реальностей, тем больше мы увидим, что они более substantial, более подлинные. Понятно, да? Поэтому за пределами мира компьютера какой существует мир? Мир компьютера не более, чем мир нашего ума, ограниченного. Так вот, ахоксаджа, то, о чем говорят веды, это мир безграничной реальности. И никакие микроскопы, никакие флешки на 128 гигабайт. Они даже, они даже, посмотрите, это настолько вообще песчинки в сознании, да? Поэтому, когда Платона, по-моему, это был Платон, когда ему сказали, мы вообще восхищены вашим пониманием мира. А что он сказал? Он сказал, ребята, да вы знаете, что это... А Ньютон, да, Ньютон. Ньютон сказал, вы восхищены в вашем понимании мира. А Ньютон сказал... Он сказал, вы знаете, мне кажется, что я хожу по берегу океана и собираю гальки, камешки. Понимаете, да, чем выше мы идем в мир сознания, тем больше мы понимаем, что оно безграничное. Мир души – это совершенно безграничный мир. И вот в этом безграничном мире души все наши перспективы и находятся. И мы увидим наоборот. Чем глубже мы идем в этот мир, тем труднее все материализовываться, да? Мы думаем, что там у нас... Почему такое все вязкое в новомосковске? Ты двигаешься, как вот в матрице, да? Очень тяжело все делается, да? Очень... Почему? Потому что мы с вами в этой материи, понимаете? Да, и мы от этой материи страдаем. Мы же там птицы, в наше сознание оно готово лететь. Оно готово переживать, да? Мы с вами находимся в какой-то киберреальности, ну, примерно как такие, знаете, в банке, в такой стеклянной банке анализов. Ну, это наше состояние. Почему? Потому что мы окружены материей, мы обусловлены материей, мы обусловлены сами собой. И то, чем мы являемся мы, это негативное представление нашей реальности. Представляете, то есть мы гораздо глубже, лучше и интереснее. Поэтому, когда мы говорим о аватаре, знаете, что такое аватар, да? Что такое аватар? Веды говорят, аватар – это инкарнация Бога. Но мы знаем, что аватар – это фильм. Так вот, фильм, он начинается. When one life ends, another one is begin. Когда одна жизнь заканчивается, вспомните аватар, да, другая начинается. То есть вообще фильм «Аватар», помните, это идея какая? Она же не только там про войну, о том, что мы связаны. У нас есть какой-то другой мир, какая-то Пандора, безгранично красивая, прекрасная, где совершенно другие качества от нас требуются. От героя аватара они требовали качества хорошего торговца. В том мире, где он существовал, это не нужно было. Поэтому вот Гита, она говорит нам о перспективе бытия в другом мире. И вот опять же мы говорили о фильме «Матрица». Наверняка вы все смотрели «Матрица». Я помню, «Матрица» делала очень много революций. Такое, «Матрица». Все говорили, «Матрица». А ведь фильм гениальный, но неправильный. В каком смысле он неправильный? Герои «Матрицы», по идее, они приходили в этот низший мир помогать людям. А жили они где? Ну, на какой-то станции космической, которой атаковали пауки. А если представить наоборот? Канализация. Да, а если представить наоборот, что существует безграничный мир красоты и гармонии, и вот оттуда приходят великие живые существа помогать в этот мир, тогда все круто. Криота, да? Да, тогда все гармонично. Тогда у нас совершенно с вами другая вообще перспектива становится. Кто мы, что мы, зачем мы живем? И вот «Гита» как раз это та книга, которая по сути дела является вот этим ключом. Потому что если помните, Нео дает таблетку. Вот эта таблетка на самом деле – это «Гита». Ну, понятно, авторы, они хотели хоть как-то настилизовать, и они не дали герою книгу, потому что, ну, как бы книга – это слишком, понимаете, это надо думать, читать. А таблетку съел, и все, и понеслось очень быстро. Ну, вот поэтому они так, ну, Ну, на своем уровне они решили, что вот, чтобы пережить новую реальность, нужна таблетка. Но на самом деле это не так. Таблетка, наоборот, это сон во сне. Если Декарт сказал, что «Иногда я думаю, что этот материальный мир – это сон во сне, то опьянение – это сон во сне, и тебе еще снится». Понятно, потому что грезы, сон. То есть ты и так уже сон во сне, то есть ты глюк в глюке, а тебя еще глючит при этом. Вот. Ну, такая идея. Вот. Достаточно смешная. Вот, собственно, вот то, о чем я хотел сегодня сказать, ну, поскольку у нас такая живая, завязалась дискуссия, люди резонируют, улыбаются, им нравится идея галлюцинации в галлюцинации. Может быть, какие-то у нас есть вопросы на тему, то, о чем мы говорили. Есть даже люди, целые религии, которые, ну, говорят о душе, да, но понять, что такое не могут. Толком не могут объяснить. Например, в буддизме, в буддизме души не существует. Хотя вот сколько я в России буддистов не встречал, они всем про душу говорят. Я говорю, ребята, странно, в вашем же учении ее нету. Они говорят, как нету? Я говорю, так нет же у вас души никакой. Что-то уже начинается буддизм. Они говорят, да. Понятно. То есть, почему? Потому что сама по себе идея того, что душа отсутствует, или я, понимаете, я отсутствует, эта идея, она негармонична. Эта идея может быть только плодом ума. То есть, ум это такая больная вещь. Поэтому, когда мы не хотим о чем-то думать, что мы делаем? Альт, контроль, делит. Мы говорим, мы этот вопрос снимаем с повестки дня. Мы его не рассматриваем. Но это не значит, что он не существует. Просто мы его не рассматриваем. То есть,